Итак, всем мой математический здрасте, и сегодня у нас настало время разобраться, почему же ты не понимаешь алгебру. В этом ролике, в самом конце, я приведу тебе четкий алгоритм, как же выпутаться из этой непростой, сложившейся для тебя ситуации. Итак, погнали! Из-за чего же на самом деле происходят все недопонимания? Когда математика заканчивается после четвертого класса, в этой математике, кроме таблицы умножения и простых арифметических действий, ничего не было. Это не было чем-то сложным. Но потом вдруг появляется какая-то алгебра, появляются какие-то буквенные обозначения, появляются какие-то новые правила. Зачем же эти правила всем нужны и важны? Почему придумывают и насаждают тебя на простые какие-то вычисления, которые тебе могут понадобиться в жизни, еще какие-то правила? Ну давай разберемся. Для того, чтобы разбираться, допустим, в кухне, кулинару или шеф-повару, надо знать определенные правила готовки. Что с чем сочетается, где сколько нужно налить масло, где какая температура. То есть правила в поварском деле есть, точно так же они есть и в математике. И соответственно, если ты повар и не знаешь, что, допустим, яйцо с морковкой плохо сочетается, то, соответственно, приготовить что-то ты вряд ли сможешь. Точно так же и решить какой-то пример тебе помогут какие-то правила, которые надо понимать. Что еще, из-за чего возникают сложности в математике? Ну давайте сюда накидаем вот чего. Значит, школа, преподаватель, который там у вас ведет, точнее учитель, ему надо управляться целым классом. А внимание, которое он может уделить персонально тебе, его не так уж и много. Соответственно, ты должен понимать все на уровне хорошо понимающего ученика. Но если тебе не так повезло, если ты что-то не очень хорошо слышишь, если тебе сзади еще какой-то Вася Пупкин мешает и дергает тебя за косички, или кидает в тебя самолетиками, естественно, твое внимание рассеется. Но математика такой предмет, где нужно быть внимательным, где нужно заставлять себя записывать то, что дает учитель. Давайте разберемся в том, как нужно вести себя на уроке, для того, чтобы тебе было понятно что-то. Ошибка номер один на уроке. Многие ученики считают, что достаточно сидеть и все понимать, что говорит тебе учитель. Но не так важно записывать. Весь процесс обучения, который построен на уроке в классе по математике, заключается в следующем. Тебе дают какую-то новую тему, тебе ее рассказывают, набор правил этих тебе рассказывают. После этого твоя задача этот набор правил себе переписать. Помимо этого учитель также берет и показывает, как решаются конкретные примеры. И твоя задача их точно так же записать, причем надо успевать записывать за учителем осознанно. Что это имеется в виду? То есть учитель пишет тебе, как решается этот пример. Ты понимаешь, что он пишет, следишь за его объяснениями и стараешься сразу переписать. Частой ошибкой является то, что ученик не успевает записать пример, который учитель написал на доске. Поэтому не поленитесь и можете спросить, а это можно узнать откуда у вас? Очень часто учителя вполне адекватно реагируют на правильные вопросы. Поэтому не стесняйтесь их задавать. То есть вы записываете это все за учителем. Для чего? Но дело все в том, что вам зададут именно такие же примеры, которые разбирались в классе. По математике моя настоятельная рекомендация делать математику не на тогда, когда ее задают, а в тот день, когда математика прошла. То есть, например, у вас сегодня прошли тему многочлены. Вы сегодня... А следующая математика у вас, например, послезавтра, а не завтра. И вы, соответственно, откладываете ее на потом. Не надо. Нужно делать ее именно тогда, когда вам ее задали. Пришли со школы и сделайте в первую очередь математику. Потому что это тот предмет, где важны ваши остаточные знания. То, что вы получили сегодня на уроке. Проблема номер два. Вы... Вам задают в параграфе какие-то прочитать правила, выделенные жирным шрифтом. Но что делает ученик, когда приходит домой, если ему задали прочитать параграф номер 21, выучить все определения и формулы, а также выполнить номера? Ученик будет делать, скорее всего, только сами номера. Но ведь важно выучить те правила. Помните про яйца с морковкой, которые могут сочетаться или не сочетаться? Вот в математике тоже есть такие правила. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Или же, допустим, как правильно раскрывать скобки. Или же, как решать уравнение, как переносить из одной части что-то в другую часть. Это нужно делать? Правила эти нужно учить и запоминать? Конечно, обязательно. Итак, теперь, на чем же на самом деле зиждется вся алгебра? Если вы будете хорошо понимать, что вам нужно для того, чтобы вы вообще понимали алгебру, вы должны выучить три темы седьмого и восьмого класса. Что это за три темы? Дробяк. Вторая тема называется. Степеня. И третья тема называется. Флы, сокр, умня. Дробя, степеня и формулы сокращенного умножения я записываю с буквой я на конце. Не потому что я знаю плохо русский язык. Потому что так прикольнее. Итак, ваша первая основная задача. Понять, какие есть дроби. Десятичные, обыкновенные, периодические, смешанные. Со степенями точно так же вам нужно учить и выучить несколько правил для того, чтобы потом все было не так сложно. А так же формулы сокращенного умножения. Если вы к этому всему хорошо еще проводите арифметические действия, то у вас есть целый запас. Если вы точно знаете дроби, степени, формулы сокращенного умножения, и у вас неплохо с арифметикой, то тогда, в принципе, ничего сложным для вас в алгебре в дальнейшем не будет. Итак, давайте же посмотрим, что здесь в дробях нужно знать. Мне очень нравится сканави. У него есть целый раздел, посвященный арифметике. Для того, чтобы хорошо затащить арифметику, а также дроби, вы можете в описании к этому видео найти ссылку на такую вещь, которая называется арифметика от сканави. Там в примерах, которые выглядят вроде бы страшно, но решаются очень изящно. И разбор этих примеров вы тоже можете увидеть у меня на канале. Как минимум три штуки, я точно их разбирал. Так вот, если вы будете хорошо их решать, то с арифметикой у вас все будет чики-пуки. Степени. Степени. Что такое степени? Сколько там этих правил? Что нужно знать про степени? Да на самом деле там немного. Вот, собственно говоря, весь набор формул, которые тебе нужно знать для того, чтобы освоить тему степени. Поставь на паузу и запиши их. Если ты их не знаешь, перепиши их себе в тетрадь на последнюю страничку. А вот они, формулы сокращенного умножения. И знать, конечно, их good и не знать, конечно, very bad. Всего три базовые формулы. Квадрат суммы, квадрат разности. Разность квадратов. И с кубами точно так же. Куб суммы, куб разности. И сумма разность кубов. Вот и все. Но они применяются очень часто. И будут вам нужны до конца 11 класса. Давайте подытожим, что же нужно для того, чтобы хорошо понимать математику. Первое. Работа в классе должна быть построена у вас таким образом, чтобы вы успевали записывать за учителем осмысленно все то, что он пишет на доске. Не пропускайте ничего. Не отвлекайтесь. Записывайте это все. И если вам какие-то переходы из того, что он написал на доске, непонятны, то значит попросите его просто объяснить вам еще раз, откуда у него, например, вон там плюс. Или откуда там вдруг появилась двойка вместо четверки. Что он с чем сократил, вам должно быть понятно. Второй важный момент. Когда вы приходите домой, математику делайте в первую очередь. Не откладывайте ее на потом. Помните о том, что остаточные знания в вашей голове помогут решить вам что-то. Третий важный момент. Не упускайте того, что в математике нужно учить. Это те правила, которые есть в любой профессии. В любой профессии для того, чтобы что-то понимать, чтобы что-то делать, что-то производить, есть набор каких-то правил. Они есть и в алгебре, они есть и в математике. И никуда не деться от того, кроме как просто их знать и учить. Дальше. Обратите внимание на три базовые темы. Ну, наверное, четыре. И давайте нулевой темой назовем арифметику. И как прокачать свою арифметику вам поможет с канави. Дальше вы смотрите, что такое дроби, что такое степени и какие есть формулы сокращенного умножения. Ищите в интернете сейчас куча просто всяких тренажеров, которые помогут вам прокачать дроби, степени или формулы сокращенного умножения. Если хотите, напишите мне в комментариях слово помощь, и я свяжусь с вами и накидаю вам то, чего вам необходимо для того, чтобы прокачать эти темы. Весь материал у меня есть, и я им готов спокойно и бесплатно с вами поделиться. Учите математику, помните о правилах, решайте побольше примеров для того, чтобы чувствовать от нее в какой-то момент кайф. Я уверен, это к вам придет, если вы правильно обратите на это внимание. Проблемы в математике после школы начинаются еще и с устного счета. Прокачивать свой устный счет вам поможет куча всяких тренажеров. У вас в мобильном телефоне можно скачать тренажер устного счета, тренажер по математике. Складывайте, вычитайте и умножайте друг на друга двухзначные и трехзначные числа, и тогда вам точно будет гораздо проще понять, как устроены дальше какие-то правила. Я, наверное, сказал все, что хотел, и надеюсь, что ту информацию, которую я вам сегодня пытался донести, вам оно залетит, зайдет и будет полезным. У меня на этом все. Всем хороших решений, всем хорошего настроения. Пока-пока.